Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Ну, пожалуй, начнём с того, что кризис – это не блок. Начнём с того, что кризис и блок – вещи несколько разные, как мне кажется. И кризис – это, по сути, некоторое истощение тех привычных стратегий жизни, которые человек мог использовать самостоятельно. То есть кризис – это некое такое истощение ресурсов человека. Ну, связано это с тем, что люди, как правило, к себе не подслушиваются. Связано это, как правило, с тем, что люди от себя не слышат. Связано это, как правило, с тем, что люди от себя бегут. И соответственно, значит, человеку просто в какой-то момент приходит такое осознание, что, ну, что, вот, у него ничего не получается. Приходит к человеку такое понимание, что он ничего не может. Приходит к человеку такое понимание, что он ничего не добился и не достиг. Это кризис, как правило. И кризис – это абсолютно нормальный, абсолютно естественный. Это проживать абсолютно нормально и естественно через это проходить. Вот. Да, это не всегда приятно, конечно. Вот, но кризис у нас, в принципе, все люди проходят, так или иначе. Вот. И кризисы нужно, нужно проходить. Вот. Потому что, если их не проходить, то разовьется это во что-то более, такое, серьезное уже немножко позже. Ну, немножко, немножко позже, позже. Вот. Вот в этом, как бы, сейчас вся суть, как бы, ну, кризиса, именно кризиса конкретно, если мы говорим про кризис. Вот. Дальше. Если мы говорим про блок, то блок – это страхи, это бегство от определенных эмоций своих и чувства. Блок – это идея такого вот, знаете, ну, внутреннего, я бы сказал, запрета. Вот. Блок, он очень сильно привязан к какой-то вот такой внешней, я бы сказал, истории. Вот. А блок является интроектом по своей суть. В отличие от кризиса, кризиса, которая естественна, потому что, ну, это, это следствие некоторых, некоторых изменений в жизни человека. То есть это вполне, вполне такая нормальная история, это вполне такой нормальный момент. Вот. Поэтому блок, кризиса, нужно, нужно отличать в первую очередь. Это первое. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что вы описываете, а именно, вот, невозможность начать свой проект. Вот вы пишите, хочу начать свой проект, но как только начало, произошла цепочка событий, которая все перекрыла. Это блок. Спрашиваете вы. Нет, совершенно не факт, что это блок, вот, совершенно не факт, что это блок, потому что, ну, это может быть и случайность, вот. Гораздо важнее, как мне кажется, вот, то, как вы на это реагируете. То есть если вы, ну, среагировали на это, вот, как на блок, вот, то, вероятно, ну, вероятно, вероятно, это действительно может быть блоком, вероятно, это действительно может быть страхом. Ну, например, вашим страхом, допустим, успеха. То есть вот вы, например, можете, там, к примеру, бояться успеха. Ну, допустим, допустим, вы можете бояться успеха, вы можете бояться того, что у вас, ну, получится, вот. Есть люди, есть люди, которые боятся успеха, потому что в детстве им транслировалась определенная мысль, что, например, ну, ты, там, не должен, или не должна высоться. Ты не должен, или не должна, там, например, о себе как-то заявлять, да. То есть это вот, ну, довольно распространенная такая проблематика, довольно распространенная такая позиция. Вот, и, соответственно, конечно, такие люди будут бояться что-то начать свое. Вот, а может, конечно, подобная история произойти, когда человек сам не хочет чего-то. То есть он вроде бы требует от себя, вот, ну, что-то начать, он вроде бы требует от себя, ну, вот, что-то делать, да, но при этом где-то вот в глубине души он не хочет. Вот, то есть он, там, например, может чувствовать, что на самом деле ему интересно что-то другое, он может чувствовать, что на самом деле его, там, привлекают какие-то другие вещи, вот. И, соответственно, здесь, вот, очень, кстати, оказывается, вот, подобные события, которые, ну, как бы говорят, что, ну, что ж, ну, то, ну, вот, ты не виноват, ну, вот, ты не виноват, что вот так вот произошло, ты не виноватся. Вот, вот это событие, так, вот, ты здесь вообще ни при чём. Вот, и человек такой, ну, с радостью, иногда с радостью, иногда со стыдом отказывается, ну, от того, чтобы дальше что-то делать. Вот. Такое тоже, в принципе, бывает. Вот. Поэтому на этот момент тоже нужно обратить внимание. Здесь, я бы сказал, наверное, не столько важны те события, которые произошли, потому что, ну, события могут произойти, в принципе, как и угодно. Вот. Здесь не столько важны события, на мой взгляд, сколько важно то, как вами эти события восприняты. Вот. Потому что если, ну, если вам эти события восприняты как что-то такое, прямо очень вот, ну, очень, например, допустим, тяжелое, да, что-то такое очень, ну, не знаю, болезненное, к примеру, то это больше, ну, конечно, вопрос к вам, наверное, к вам, наверное. Чем эти события вот так вас, ну, впечатлили, да? Чем эти события так вас удивили, так вас покорили, так вас впечатлили? Что вы вот так на это отреагировали? Вот. Ага. Вот это важно. Ну, мне кажется, по крайней мере, что важнее вот это, нежели чем условно, ну, чем условно и сам. Вот. Потому что реагировать человек может, в принципе, на одно и то же пора совершенно. Вот. И ваша реакция, она, ну, как мне кажется, может, в принципе, довольно о многих вещах сказать. Вот, ну, то есть, например, ваша реакция может сказать о том, чего вы боитесь, ваша реакция может сказать о том, с чего вы опасаетесь, ваша реакция может сказать про то, допустим, что вам там неприятно или что вы пытаетесь доказать, если вы пытаетесь что-то доказать. Вот это важно, понимаете, а не на самом деле. Вот. Я могу предположить, могу предположить только, конечно, что вот с учетом того, с какой легкостью, как мне показалось, вы, ну, не знаю насколько это будет фактично, да, я не хотел бы вас обещать, но вот с какой легкостью вы согласились на это событие и перестали заниматься делом, да, может быть вы были готовы, готовы, вот начиная заниматься чем-то вы были уже готовы от этого отказаться. Вот. Я, конечно, не уверен, да, то есть понятно, что я вас не знаю и понятно, что может быть ситуация там на самом деле совсем другая, вот, но пока что, пока что я не знаю. Я не знаю. Я знаю. Я знаю. eeee, да, ну... Выглядит так, что вы придется и начальник уже вы либо готовы отказать, вот, потому что человек, который настроен серьезно, да, ну, в принципе, ну, событий не мешают, наоборот, он из этих событий может сделать, ну, что-то хорошее для себя, он может извлечь какой-то урок из этих событий, он может, там, ну, что-то важное для себя понять, увидеть, да, вот. А вы, получается, просто, как бы, вот эти события произошли, и все, и вы, ну, по сути, больше ничем заниматься, я так понял, не стали, вот, повторюсь, это ни в коем случае не обвинение, вот, у меня нет какой-то цели вас обвинять, я просто-просто говорю про вот свои впечатления, впечатления, вот, и, соответственно, как бы здесь, ну, можно говорить о блоках, конечно, но, на мой взгляд, вот, ну, не так важно, как мы это назовем, да, гораздо важнее, что с этим делать дальше, вот, а дело с этим, ну, как бы, это можно разбираться, с этим можно работать, вот, это можно исследовать, можно посмотреть, например, что вы подавляете себе, то, ну, вот, в такие моменты, например, что вы подавляете себе, именно, вот, и смотреть, как вам вверх выходить, в принципе, вот, вот, а это называется психотерапия, то есть, чтобы вы, вот, узнавали, чтобы вы видели в себе некоторые ресурсы, вот, ну, которые, вот, могут, могут у вас, присутствовать, вот, чтобы вы видели некоторые для себя, для себя, перспективы, вот, сейчас, ну, очевидно, таких перспектив вы не видите, вот, вот, как-то так, то есть, я думаю, что, в целом, есть какие-то страхи у вас, я думаю, что, в целом, есть некоторые опасения у вас, это события, просто их подтвердить, особенно, если вы человек достаточно мнительный, особенно, если человек вы такой достаточно, ну, может быть, может быть, религиозный, да, вот, и человек, который, например, верит в приметы, допустим, это тоже очень усложняет, усложняет существовать, вот, поэтому я не могу, да и никто, мне кажется, не может и не должен с точностью сказать, что конкретно у вас, я думаю, что это можно сделать, только если, вот, с вами конкретно поработать, да, вот, и, ну, что-то выявить, да, выявить какие-то закономерности, выявить какие-то нюансы, посмотреть на то, что, какой вы человек, да, вот, тогда уже, ну, можно, наверное, говорить о наличии, да, или отсутствии блоков, или чего-то другого, чего-то другого, ну, каких-то, вот, может быть, проблем у вас, например, вот, сейчас, сейчас, ну, на мой взгляд, говорить об этом, просто вас пугать, по сути, вот, чего бы мне, конечно, не хотелось, потому что, ну, мне кажется, что вы и так достаточно, ну, достаточно тревожных, тревожных человек, человек, вот, поэтому не хотелось бы, не хотелось бы, больше бы не хотелось, еще больше вас как-то, вот, ну, нагнетать, очень не хотелось бы еще, вот, больше, ну, вас травмировать, вот, поэтому я думаю, что адекватный ответ вам можно дать вот плюс-минус такой, именно адекватный ответ, а дальше вопрос психотерапии, вот, дальше вопрос работа с вами, вот, дальше вопрос взаимодействия, вот, с вами, и, как бы, дальше уже вопрос исследования, как-то так, в любом случае, вот, на что бы я обратил внимание, да, ваше, я бы обратил внимание на отношение к делу, с которым вы занимаетесь, то есть, насколько вам это интересно, что вообще значит, для вас, вам вот это дело, да, проект, вот, что для вас значит, какое значение имеет, такое, поскольку, поскольку это одно, если значение большое, это другое, вот, тут ничего случайного не бывает, вот, помените, поднимите, поднимите, например, о том, почему вы пишите, что у меня кризис во всем, особенно в течение последних тридцать дней, очевидно, что вы обобщаетесь несколько, очевидно, что вы находитесь в эмоциональном состоянии достаточно раскрепанном, возможно даже в изолированном где-то и соответственно имеет смысл вообще вам поосознавать немножко, что вы чувствуете, то есть что это за чувства, которые сейчас вы чувствуете, ну ощущаете, что это за чувства, вот это гнев, это сыт, это фрустрация, что это такое, вот это важно, достаточно, на этом все, надеюсь, что мой ответ был полезен, вам желаю всего самого доброго и удачи!